Сегодняшнего дня воспитанники Архангельского детского сада Семицветик вновь смогут посещать учреждение. Его работа была приостановлена из-за группового заболевания. Предварительной причиной считалась острая кишечная инфекция, после чего в помещениях детского сада была необходимая дезинфекция. Запрет на работу учреждения снят. С 1 марта 2017 года в Архангельске будут введены электронные проездные. Первыми их удобства оценят ветераны-инвалиды Великой Отечественной войны, а также архангелогородцы в возрасте 70 лет и старше. Получить электронный проездной можно будет только один раз. Затем зачисление количества бесплатных поездок будет производиться автоматически. Новые транспортные карты начнут выдавать в декабре. Архангельские поисковики примут участие в закрытии Всероссийской вахты памяти 2016. Торжественная церемония пройдет с 24 по 27 ноября в Саратове и соберет поисковиков из 65 регионов страны. Состав архангельской делегации вошли представители региональных отделений поисковых движений России, отрядов из Поморской столицы, Северодвинска и Коноши. Железнодорожный вокзал Архангельска готовится отметить 50-летие. Здание было в эксплуатацию в 1966 году. За сутки вокзал принимает в среднем 3000 человек. Ежедневно от его перона отправляются десятки пассажирских и пригородных поездов. 24 ноября в 13 часов, в честь 50-летнего юбилея вокзала, в его стенах пройдет праздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов «Вход свободный». Сегодня в столице региона облачная погода, дождь, мокрый снег, температура днем от плюс 1 до плюс 2 градусов. Оставайтесь с нами. Программа «Сейчас в регионе» каждый час на канале ПС.